Привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Этот обзор о двух смартфонах LG G3 и LG G3s. Расскажу, чем они, собственно, отличаются, так как разница в цене, грубо говоря, в два раза, можно сказать. В диагонали дисплея похожи. Конечно же, отличия не только в том, что в количестве точек экрана, Quad HD разрешения и обычной HD, но и, конечно, в характеристиках это основные отличия. Грубо говоря, этот, можно сказать, в два раза мощнее этого. Но моя задача рассказать вам более подробно обо всем. Начнем с внешнего вида. Чуть-чуть поменьше, 5 дюймов, диагональ экрана, это LG G3s, он у меня в правой руке. И 5.46, диагональ дисплея LG G3, обычно он в левой руке. Что касается внешнего вида, ну, вы увидите сами. То есть LG позиционирует их и рекламу одинаковую дает, что S обычный и S, то есть облегченная версия флагмана, можно сказать. LG, спасибо за то, что они не стали сильно урезать функционал именно G3-го. Расставили очень много фишек. Инфракрасный порт, например, возможность снять фотографию с селфи, просто сжав кулак, металлизированное покрытие и так далее. Но что-то, конечно, не убрали. Например, меня очень напрягает лично, меня отсутствие датчика освещенности. Но это мое мнение. Итак, в принципе, все очень сильно похоже. Единственное, в обычной S пластик под металл сделанный, он действительно на ощупь похож на металл. Он более гладкий, а S он более шершавый, такой рифленый металл. Честно говоря, мне в S нравится больше, как сделан. Он менее скользкий. Хотя и этот, конечно же, из рук не выскальзывает. Камеры, конечно же, разные. Но при этом есть лазерная фокусировка и на обычном флагмане, и на S. То есть действительно фотографируют быстро и хоть какая-то инновация. LG вообще спасибо. Кроме них, по-моему, инновации в последнее время я не замечаю. Ну, то, чего не было раньше, и то, что появилось на смартфонах. Металлизерное покрытие, лазерный автофокус. Молодцы. Quad HD, опять же, дисплей. Ну, не то, что я сильно их хвалю, но смотрите сами. Минусы, конечно, тоже есть. Вспышка. Ну, на обычном вспышка более мощная. Но что касается камер, то, знаете, не могу сказать, что прямо они так разительно отличаются. Разница, конечно, есть. И предлагаю, как всегда, посмотреть примеры фотографий. И, конечно же, обратили внимание, если кто еще не знает, LG. Притом могу сказать, что даже недорогие телефоны LG будут выпускаться с кнопками включения-выключения и громкости на задней спинке. Здесь они вот так. С боков никаких кнопок нет. Сверху у нас дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Он нужен для управления техникой, телевизором там и так далее. Снизу также микрофон для разговора, разъем под наушники. Разницы в звуке в наушниках практически нету. Замечательно звучит и тот, и другой смартфон. Звук LG мне действительно нравится. Громко, качественно звучит. И микро-USB кабель для подключения к компьютеру. Крышки обе съемные. Что касается LG G3 обычной, то в крышке встроена беспроводная зарядка. И докупив док-станцию, можно ваш телефон без проводов заряжать. Вещь, конечно, интересная. В него можно поставить одну микросим-карту и карточку памяти microSD до 128 гигабайт. Одна сим-карта. Две сим-карты можно поставить в LG G3s. Целых две микросим-карты. Для кого-то это может быть решающим к покупке. Особенно тем, кому не нужны, например, навороченные игры. Две микросим-карты и карта памяти microSD до 32 гигабайт. Аккумуляторы разные, но до них чуть позже я дойду, разумеется. Притом, знаете, из-за высокого разрешения обычной LG G3 я не могу сказать, что он сильно дольше работает. По памяти. LG G3 выпускается либо 16, либо 32 гигабайта встроенной памяти. Но меньше где-то на 5 гигабайт доступно. То есть здесь в 16 гигабайт доступно было чуть более 10. Для игры и приложений. Игры в тех аппаратах, которые у меня на руках, они получены от компании LG для тестирования. В них нельзя переносить кэш-игр на карту памяти. Вот именно в этих аппаратах. Вообще, бренд-менеджер LG, когда я спрашивал на презентации, они сказали, что это не они, а это Google запретила на 4.4. Но люди мне пишут уже давно, что это возможно на Lenovo, например, на версии 4.4 Android, игры ставить можно. Вопрос просто для очень многих важных. Я говорю о тех аппаратах, которые держу в руке. Итак, по характеристикам сильно грузить вас не буду. Наверное, без меня все знаете. Но если коротко, то обычный LG это 4-ядерный Snapdragon 801, 2500 МГц. И память либо 2, либо 3 гигабайта. То есть 16 или 32 гига. И видеопроцессор Adreno 330. Если мы берем по тестам Antutu, результат очень сильно скачет от 33 до 39. В принципе, тут в любом случае это очень много. Версия Android 4.4 на обоих смартфонах. То в WESC-е здесь все поскромнее. И синтетический тест, конечно, выдал меньше. И действительно, здесь процессор тоже 4-ядерный, но так-то частота больше, чем в 2 раза меньше. О, как сказал. Меньше в 2 раза, грубо говоря. Здесь 1200 МГц. И Qualcomm Snapdragon 400 сам процессор. Оперативной памяти 1 гигабайт и видеопроцессор Adreno 305. То есть результаты вы видите на экране. Но если мы берем, например, такой тест, как результат FPS, это для игр важно, то у G3 результат невысокий по сравнению с другими флагманами. 41,8. Ну, 42 средняя. А у G3 вообще 24. Но это важно для игр, хотя в конце видео я запущу вам игру Dead Trigger 2. И вы посмотрите все сами. По батарее. 3000 мА это G3. И у нас получается 2540 мА это G3s. Если видео без перерыва прокручивать, то тут рекордсмен будет этот. За счет того, что разрешение значительно меньше. 1280 на 720 на 5 дюймов. А у LG G3 разрешение на 5.46 с 1440 на 2560. На 2560 пикселя. Смотрите, батарейка здесь меньше, но он реально играет 6 часов 55 минут в видео без перерыва через MX Player. На максимальной яркости, разумеется. Те же самые условия, но здесь всего лишь 5 часов 40 минут. Не то, что сильно меньше, разница, грубо говоря, час. Но все равно, все-таки, отличается. В обычном режиме тут по-разному, как пользоваться будете. На сутки хватит точно любого из них. Я думаю, и на двое. Но зависит от того, как будете пользоваться. В принципе, тоже неожиданности нет по аккумулятору. Что еще важного? Камеры, я уже так по ним рассказал, в принципе. Единственное, я не сказал, что у LG G3 оптическая стабилизация. И камера, она 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселя для селфи-фотографии или для видеозвонков. Это в G3. А в G3s 8 мегапикселей, 1,3 мегапикселей фронтальная камера. Видео пишет LG G3s до 1080. А именно флагман LG G3 пишет аж разрешение до 3840 на 260. То есть, честно говоря, я не знаю, для чего это, но это стали ставить, по-моему, во все флагманы современные. Ну что же, теперь покажу саму менюшку. Отличия, конечно же, есть по ним, но не очень большие. Сами рабочие столы. Все, конечно же, листается на одном телефоне достаточно быстро, удобно. Здесь у меня просто два рабочих стола. Что касается менюшки, то работает все тоже приблизительно одинаково. Оболочка от LG мне нравится. Действительно, она удобная, она функциональная. Некоторые приложения, которые нам не нужны, мы можем скрыть, удалить, папки создать и так далее. Достаточно гибкие настройки у LG. Мы можем также при желании еще, например, переименовать, не переименовать, а сделать значок больше или меньше. Или вообще на любой значок на рабочем столе мы можем какую-то фотографию поставить, либо другой какой-то значок. LG в этом плане молодцы. Лауншер достаточно гибкий. Что касается настроек. Настройки, по-моему, практически одинаковые все. Есть, конечно же, кое-какие отличия, но они такие очень небольшие. Поэтому я и говорил, что LG молодцы, что они не стали сильно ограничивать функционал ESCII по сравнению с обычным LG. Разница есть, но такая несущественная. Самое главное, что они оставили, и за что им большое спасибо, это то, что на обоих аппаратах мы можем при желании комбинацию кнопок сменить. Мне, например, всегда нравилось, так как я правша, что мне удобно кнопку назад под большой палец правой руки. Я ее легко здесь настроил. При желании мы можем добавить еще квик-мема, мы можем добавить еще многозадачность, можем добавить, если это ESCII, то добавить, видите, они изменились. Например, переключение сим-карты одной кнопкой. Это действительно удобно, и, опять же, LG в этом плане большие молодцы, что они что-то делают разное и интересное. Что касается яркости, то в G3, разумеется, ну, поставим сначала максимальную яркость на обоих телефонах. Сложно сказать, какой из них ярче. По-моему, экраны и там, и там замечательные. Но в G3s, к сожалению, убрали автоматическую яркость. Мне это мешает, вам, возможно, не помешает, но вот меня это единственное в телефоне напрягало. Справедливости ради, даже в ESCII есть сверху вот такой вот ползунок, с помощью которого можно очень быстро все настроить. И быстрый доступ к разным приложениям. Все это, разумеется, настраивается. Все достаточно удобно. Давайте тогда для частоты эксперимента сделаем яркость максимальную. Автоматическая яркость у нас точно отключена на телефоне G3. И посмотрим просто примеры фотографий, чтобы можно было оценить дисплей. Ну что же, для тестов. Это скриншоты для тестов. Смотрим одни и те же фотографии. Внизу ESCII, сверху обычный LG G3. Смотрите. Углы обзора это IPS-экран. И, разумеется, они хорошие со всех сторон, но на всякий случай я вам их показываю. Итак, смотрим. ESCII и просто G3. Следующие картинки. Что я хочу вам показать. То, что на самом деле, конечно, Quad HD разрешение, это, конечно же, хорошо. Но на самом деле, даже для пятерки 1280 на 720 это достаточно. Мало того, это меньше тратится заряд аккумулятора. Все-таки, как ни крути, разрешение все-таки тоже влияет. Ну, конечно, кому-то душу греет просто то, что здесь пиксели вообще не разглядеть. Их действительно не разглядеть, и, как говорит сама компания LG, это качество дорогой полиграфии. Ну, настолько, что, ну, как-то так красиво все очень звучит. Инфракрасный порт, я про него говорил, есть на обоих телефонах, можно управлять вашей техникой. Радиоприемник, что приятно, молодцы, есть на обоих телефонах, я, например, пользуюсь. Осталось, что вам показать. Громкость динамиков. Громкость динамиков на обоих смартфонах, по-моему, абсолютно одинаковая. Динамик один, он и на S, и на G3 обычном, одинаково расположен здесь. И он действительно очень громкий. Ну, давайте просто включу вам фильм и продемонстрирую. Сначала мы посмотрим на S. Это очень громко, поверьте, я много разных смартфонов слышу. Здесь также яркость максимальная и громкость максимальная. И включаем. Это G3. Действительно громко. И еще раз повторю, и по качеству звука, мне оба смартфона очень сильно нравятся. В наушниках я и один, и другой слушаю, и мне звук действительно приятный. И вообще, ну, такая вот LG, на мой взгляд, компания, не знаю, как раньше, но сейчас вот молодцы, работают, работают над смартфонами, что-то улучшают, 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 как-то делают их достаточно удобными и функциональными. Итак, в принципе, все, что хотел, я вам рассказал. Давайте еще раз подведем итоги. И, конечно же, запущу игру Dead Trigger 2. По итогам. Если особенности брать, то в LG G3 флагмане это беспроводная зарядка, это оптическая стабилизация камеры, это Quad HD дисплей, это камера с лазерным автофокусом, но это то же самое и здесь есть. Например, если мы хотим сделать селфи, фотографию, то смотрите, нужно просто поймать, сжать руку в кулак, видите, 3, 2, 1, фотография произошла. То же самое есть и здесь, но, конечно, камера не столь продвинутая. И по настройкам она чуть победнее. Что еще? Да, в принципе, наверное, все. Еще стоит отметить, конечно же, в обоих телефонах, это особенности, имея в виду G3, это эффект металлизированного покрытия. А если брать особенности именно G3s, то тут такого вот беспроводной зарядки, оптической стабилизации нет. Нет и столь мощного железа внутри, и экран разрешения поменьше, о чем я говорил, но это, в общем-то, сильно не мешает. Основное, то, что мало памяти. Памяти 8 гигабайт, кстати, но свободно всего меньше 4. Это действительно мало. То есть, именно в G3s всего 8 гигабайт памяти. И повторюсь, то есть, карта памяти есть до 32 гигов, но игры на нее не ставятся. И нет автояркости. В принципе, это две претензии к этому телефону с моей стороны. Ну, по крайней мере, сейчас. Я думаю, со временем он достаточно подешевеет и будет стоить, там, ну, меньше, наверное, там, долларов 250, или, наверное, там, тысяч 7-8 со временем. И тогда будет очень интересный смартфон. Если кого-то не отпугнет отсутствие автояркости, то вообще отлично все. Потому что он действительно похож на старшего брата своего, кроме вот тех отличий, что я называл. По внешнему виду, если их сравнить, смотрите, это, естественно, большой G3, и поменьше это G3s. То есть, он отличается, G3 обычный пошире, этот поуже, но не сильно. В руке и тот, и другой лежат замечательно. Ну что же, настало время тогда поиграть в игру Dead Trigger. Специально скачал для вас, чтобы вы посмотрели. Запускаем и смотрим. Разница, опять же, между ними достаточно большая. Но опыт вообще показывает, что все дешевеет и очень быстро. Там, за месяц, каждый месяц, грубо говоря. А спустя полгода, год, вообще. Особенно это заметно на Nokia, например. У них вообще... Ну и LG тоже, кстати, дешевеет сильно. Можно сказать, и LG тоже. Итак, сначала я включаю вам на LG G3. В моих руках именно флагман. Сейчас их здесь уберу. А потом погоняем LG G3s, чтобы можно было понять, есть ли такие большие отличия. Итак, ну единственное, я, может быть, сейчас камеру поставлю на паузу, если будет долго грузить. Так, ничего, ладно, сейчас я запущу игры. Ну что, потребовался просто интернет для первого запуска игры. К сожалению, тенденция такая не очень хорошая, что производители, бывает, требуют интернет для игр. Напомню, это LG G3, флагман в моих руках. Сейчас я, разумеется, поставлю максимальные настройки графики. Разумеется, поставим это очень быстро. И вам покажу, проверим производительность. Почему средний? Нужно, конечно же, высоко применить. Применить, все, назад. И смотрим, как играть на флагмане. Ну, понятно, что с такими характеристиками любая игра, по идее, должна пойти ну, вообще, просто на высших настройках. Смотрите, посмотрим на небо, на огонь. Игры, конечно, очень сильно прогрессируют. И я думаю, уже, ну, не знаю, там, в течение года мы увидим все то, что видим, наверное, сейчас на консолях. То есть, настолько все это растет. Характеристики настолько догоняют компьютер. Ну, классно, эффекты все есть, все классно, замечательно. Теперь давайте посмотрим, что, как можно играть в LG G3S. Разумеется, также я поставлю максимальную высоко производительность. Предупреждаю, что могут возникнуть проблемы с производительностью, но мы посмотрим. Я поставил максимальные настройки. Так, а теперь можно походить. Может быть, я, конечно, не ту игру выбрал для теста, но вот смотрите, как ни странно. Хотя, почему странно? Все так же замечательно и красиво. Все так же, дым, огонь. Это S, именно. С характеристиками в два раза, даже чуть, грубо говоря, больше. Меньше, чем флагман. Понятно, что тут хорошо бы, чтобы было много там движущихся объектов и так далее. Но для этого есть и тест по FPS. Здесь он невысокий достаточно. Но вот D-Trigger 2, по крайней мере, в самом начале играть можно. Каких-то тормозов, подвисаний я лично не вижу. Смотрите сами. Все замечательно. Ну что же, обзор подошел к концу. Рассказал вам все, что хотел об этих смартфонах. Действительно, отличия между ними есть. И еще раз повторю, основное отличие это в том, что в G3 во флагмане разрешения выше значительное количество точек. Его невозможно просто точки разглядеть в пиксели. Это, конечно же, разные функции. Это беспроводная зарядка, это оптическая стабилизация. Это, конечно же, достаточно мощное железо. По сравнению с S. Ну и, в принципе, по большему счету, все. И не буду уж повторяться, но все-таки еще раз. Отсутствие автояркости и мало памяти, меньше 4 гигабайт, доступно для приложений и игр в S. Мне не нравится. А так, наверное, все. Компания LG, спасибо за предоставленные образцы для обзора. Спасибо всем вам. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Впереди нас ждет очень много интересного. У меня будут Samsung Galaxy S5 и Dual SIM, мини я имею в виду, и обычная. Если будет время, я сравню LG G3 с Samsung Galaxy S5 Prime. Я жене подарил на день рождения Prime розовый. Он не розовый оказался, на самом деле, а крышка розовая, а здесь все черное. Она так расстроилась. Я сам не знал, что он такой. То есть, ну, вот. Сравню, если будет время. И вообще, у меня сейчас там 7 или 8 разных девайсов. Сравнение будет и на Arstyle, и на TechnoControl. Всего будет очень много. Но если кто не знает, второй проект TechnoControl, ссылка под этим видео. Тем более, у нас сейчас там сайт запускается. Все очень и очень интересно. И для вас, и для нас. Ну ладно, счастливо. С уважением ко всем. Давид. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Не курите, не употребляйте алкоголь. Жить станет значительно лучше. Проверено мной уже много лет. Счастливо.